Смех, радость, сладкая вата, фото с животными и многое другое. Все это цирк. Он вызывает бурю эмоций и желание непременно увидеть представление не только у детей, но и у взрослых. Меняются века и эпохи, но неизменное остается стремление человека вырваться из серых будней в манящий мир сценических приключений и жизнерадостного лицедейства. Цирк – это частичка счастья. Дарить радость в нашу республику приехал цирк народного артиста России с новой программой. И сегодня в гостях программы «По существу» Мстислав Запашный. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что про людей, что называется родившихся в цирке, говорят родившихся в опилках. Что значит это выражение и что вообще для вас значит цирк? Ну, цирк для меня – это моя жизнь. А что значит родился в опилках? Раньше были опилочные манежи, сейчас резиновые, в более стационарных цирках и перевозные резиновые манежи. А раньше были опилки, и человек, рожденный ребенок, привозился в цирк в Шепито и с родителями дальше ездил, продолжал движение. Манеж всегда был опилочный. И пошло такое, как бы вот, рожденный в опилках. Это вся моя жизнь, которую я прожил. Это моя любовь, радость, переживания. Ну, это все для меня. Чем отличается ваш цирк от остальных? В чем его уникальность? Хороший вопрос. На самом деле просто артисты, которых мы привезли сюда и номера, в основном это золотые, серебряные, бронзовые призеры российских международных фестивалей циркового искусства. Плюс программа была подготовлена мной к 95-летию российского цирка. То есть это спектакль, сделанный, подготовленный к определенному празднику. Вот я его показываю, привожу. Ну, естественно, тигры. Тигры настоящие, не переодетые в шкурки, как говорится. И тема «Великий русский цирк». То есть я привез основные жанры циркового искусства. Это и гимнасты, и акробаты, это и иллюзия, это высшая школа верховой езды, дрессура собачки, дрессура хищников. Я считаю, я говорю, лучше один раз прийти и посмотреть, по-настоящему увидеть и получить, зарядиться эмоциями. Чем несколько раз услышать, лучше, конечно, один раз прийти и увидеть. Что вообще ждет зрительное представление? Какие будут номера? Что будет интересно во вашей программе? Что там, возможно, какого-то самого сложного, опасного, может быть, даже? Все номера по-своему сложные. Очень сложные, да. Работают в программе у нас в основном костяк коллектива – это моя семья. Причем вся семья, фамилия Запашных. Отсутствуют только мои братья Эдгард и Аскольд, потому что Эдгард руководит большим цирком в Москве. Аскольд там является художественным руководителем. Не смогли они, поэтому я привез всю семью. То есть костяк программы – это фамилия Запашная. Что такое фамилия Запашная, она у нас в мире знают. Это качество. Чем будем удивлять? Удивлять будем спектаклем. Я же еще говорю, что у нас есть серьезные, сильные. Все жанры по-своему сложны. Я считаю неправильным сказать, что клоун, допустим, не рискует жизнью. Рискуют все. Номер «Колесо смерти» мы привезли. Работает мой сын. Я каждый день смотрю и каждый день переживаю. Также на лошадях можно… Все номера по-своему сильные. Вот как раз про номер «Колесо смерти». Также, допустим, я читала про тигры на зеркальных шарах, на земле и в воздухе. Немножко подробнее об этих номерах. Мы привезли другой аттракцион сюда. У нас он называется «Тигрин и оскал». Мы работаем с сыном. Сын на сегодняшний день самый молодой дрессировщик у нас в России. Ему 23 года исполнилось в марте. В 22 года он уже зашел в клетку. Он работает со мной. Второй аттракцион мы репетируем. Он у нас тоже существует. Мы его будем показывать чуть позже. «Колесо смерти» оно так и называется. Пришел номер к нам с Запада, с Америки где-то. Люди работают, крутятся в колесе. Колесо крутится, они внутри бегают, делают трюки, потом выходят на наружную сторону. Лонжу, страховку поставить туда невозможно. Невозможно. Делают иногда сетки внизу ставят, чтобы если, не дай бог, человек соскальзывает, то он мог прийти в сетку. Но обычно кладут просто маты. В лучшем случае можно остаться коллегой. Что касается дрессуры хищников, вы знаете, что хищники – это те животные, которые рождены, чтобы убивать. Мы с сыном работаем. Работаем спиной в основном к хищникам. Работа темповая. Судя по реакции зрителей, зрители довольны. Меня это радует как режиссера, как директора, как художественного руководителя. Вот как раз к вопросу о животных. Сложно ли дрессировать животных? Как вообще научиться не бояться этих животных? Как вам еще удается найти с ними контакт? Вы знаете, надо просто любить свою профессию, любить животных прежде всего. Для того, чтобы заниматься каким-то делом, это дело надо любить. Надо отдавать себя. И тогда животные будут отдавать тебя. Чем больше времени ты уделяешь животному, тем больше он тебе отдает в ответ. Правда ли вы, что животные чувствуют? Все чувствуют. Очень умные. Причем не только тигры. Это вот я говорю про всех животных. Умнейшее создание. Единственное, что Бог не дал им возможности нам, людям, отвечать по-настоящему. Что ты со мной делаешь? За что же ты меня так, да? Да, да, да. А вот с кем из животных сложнее или интереснее работать? То есть это лошади, это тигры, или это еще какие-то животные? У каждого животного свой характер. Поэтому к каждому животному индивидуальный подход. И не важно, это лошадь, тигр, собачка, бегемот. Свой характер, свой подход, все индивидуально. Тигры все разные. Хотя вот, да, на взгляд обывателя смотрят, ага, опять, вот, они все одинаковые. Просто один больше, другой меньше. Все разные. У тигра даже нет ни одной одинаковой полоски на теле. Это как отпечатки на пальцах, да? Совершенно, да. Все индивидуально. Каждому. Читала выражение такое в интернете, что несложно зайти в клетку к тигру, а сложно оттуда выйти? Ну да, у меня отец так и говорит, в клетку выйти, может, каждый. А вот выйти, выйти, можете, каждый. Тигр не выпустит. Ну, хищник остается хищником. Ну, я думаю, от династии Запашных задает, пожалуй, не только вся Россия, но и весь мир уже. Как так сложилось, что вся семья у вас связана с жанром, с цирком? Ну, наверное, это дело семейное. Хотя мы не заставляем никого. И меня, будучи ребенком, никогда отец не заставлял с мамой, что вот ты должен работать в цирке. Нет, нам самим этого хотелось. Нам самим хотелось освоить акробатику, гимнастику, дрессуру, да, конную акробатику. Также мы своих детей воспитываем. Мы не заставляем их работать в цирке. Хочешь, хочешь достичь чего-то в этой отрасли, в этом жанре, пожалуйста, развивайся, учись, достигай. Не хочешь, пожалуйста, иди. По большей части все хотят, да? Иди учись, иди работай, иди ищи другую профессию себе. То есть мы никого не держим в семье. Какое выступление было самым запоминающимся для вас? Возможно, самым сложным или там самым ярким? Я не могу выделить... Для меня каждый спектакль – это премьера. И девиз, в принципе, нашего коллектива всегда премьера. Всегда переживание, всегда... Артист, не переживающий, что он выходит на манеж, это не артист. То есть каждый выход, каждый выход на манеж, каждый выход на сцену – это ответственность. Люди приходят получить удовольствие. Мы это удовольствие должны людям доставить. И причем качество этого удовольствия должно быть на высшем уровне. Это очень большая ответственность. А вот что самое сложное для артиста цирка? Иногда говорят, знаете, как... Цирк – это болото, оно засасывает. Приходят люди к нам, да? И я, будучи работодателем, я сразу рассказываю о всех наших трудностях, что нам приходится переезжать. Нас иногда за глаза называют белые цыгане. Мы кочевники. То есть мы кочуем, хотя у всех есть квартиры, дома. Но вот эти переезды – это ежемесячные, еженедельные загрузки, разгрузки, установки. Приезжаем в гостиницу, и в гостиницу это надо все оборудовать. То есть не просто койка, а создать уют. Семьи многие ездят с собой, возят семьи, семьи работают тоже. Сложностей много на самом деле. Но кто не любит свою профессию, кто не хочет этим заниматься, он не будет этого делать. Артисты ездят, я думаю, что получают удовольствие искренне. То есть от чего-то, да? От этих сложностей, может быть, от того, как они преодолеваются. Наверное, вот люди, которые уже долгое время работают в цирке, они уже, наверное, не могут без этого. Не могут уже без такого ритма. Знаете, да, я в отпуск, когда домой приезжаю, тоже в Сочи, ну, день-два, отдых, да. Потом жена мне говорит, да поспи, я не могу. Я в шесть утра, дынк, все, или в пять-тридцать, все, я уже встал, все, я ушел. Ну, благо там у меня дома есть своя инструменталка, там, гараж, все, да, я вниз спускаюсь и начинаю там что-нибудь обязательно делать. Что-то вот это, что-то сделать, чтобы день не просто прошел, да, и тупо лежишь, смотришь телевизор, а что-то сделать, что-то сделать хорошее. Вот это желание, оно как это присутствует. Как долго ваш цирк пробудет у нас в Чувашии и в какое время можно прийти посмотреть своими глазами на представление? К сожалению, у нас осталось всего шесть спектаклей шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого числа. В выходные дни спектакли у нас в тринадцати, в семнадцать часов, а в будние дни вот мы сделали специально для тех, кто работает, для тех, кто в выходные хочет уехать на дачу, в восемнадцать тридцать. Это дворец спорта Сокол, ледовый дворец Сокол в Новочебоксарске. Да, приезжайте, не пожалеете, мы ждем, мы надеемся. У нас жесткий график, у нас шестнадцатого числа уже премьера в Орле. Ну что ж, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «По существу» мы общались с народным артистом России Мстиславом Запашным. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok